Космонавт 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 И я попал в эту «девятку». Всех отобранных собрали в Центре подготовки космонавтов и начали готовить к космическому путешествию. Ребята прыгали с парашютом, зубрили, матчасть целыми днями сидели в барак-камере, термокамере, крутились на центрифуге, проходили проверку на психологическую устойчивость. Из нас уже отбирали только тех, кто должен был полететь в космос. Не просто полететь и вернуться живым и здоровым, а как тех, кто должен был выполнять научные эксперименты, из нас начали делать ученых. Именно поэтому мы изучали медицину, биологию, астрономию, астрофизику, геологию, экологию. Леонид Кадынюк прошел подготовку в качестве командира многоразовой космической системы «Буран», а также как командир транспортного корабля «Союз-ТМ». Его полет планировался на 1992 год, однако из-за распада Советского Союза он не состоялся. Свою мечту Леонид Кадынюк воплотил позже в независимой Украине. В 1991 году он покинул Россию и принял гражданство Украины. Оставить звездный городок с его комфортом и уютом, приехать сюда на пустое место и начинать все заново в ранге полковника, опытного человека. Я хочу сказать, что не каждый сможет это сделать. И как раз то, что он до корня земли украинец, и он парень, который без Украины не видел себя, он приехал и Бог дал ему шанс. И он этим шансом воспользовался. Через несколько лет полковник Кадынюк был включен в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. В 1995 году стало известно о полете украинского космонавта на американском корабле «Колумбия». Этот вопрос решался на уровне глав двух государств. Я хочу подчеркнуть как человека, как свидетель тех исторических событий, я хочу подчеркнуть, что это личная договоренность и президента Америки Клинтона и президента Украины Кучмы. Перед космическим стартом, который состоялся 19 ноября 1997 года, украинский космонавт успешно прошел подготовку в НАСА — Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Он отточил свое летное мастерство до высшей пробы. То, что он покорил американцев прежде всего, как говорил его командир Кевин Крегель, — это летчик высшего класса. Хотя это был не первый старт американского космического корабля, определенный риск все-таки был. Еще была свежа в памяти катастрофа шаттла «Челленджер», которая произошла в 1986 году. И тогда, в ноябре 1997-го, любая мелкая техническая неполадка могла привести к катастрофическим последствиям. Риск, конечно, был. Когда шаттл погиб, и, к слову, «Колумбия» — это погибло. Это последний аппарат, на котором летал Кадынюк. И как раз на этой «Колумбии» погибла «Калпана Чавла», член экипажа, которая была у нас здесь, в Киеве, и на Буковине, и в Днепропетровске. Леонид Кадынюк почти не волновался перед стартом. Работа летчика-испытателя, постоянно связанная с риском, научила его владеть собой. Своей собранностью и хладнокровием в таких ситуациях он удивлял многих, особенно тех, кто был с ним рядом. Этих минут, этого космического полета, я ждал много лет. Но было все как-то обыденно. Я себя как-то заставлял ко всему относиться обыденно. И была такая рабочая обстановка. Но вот сам старт… Конечно, я ждал момента старта. Я помню, эта секундная стрелка показывает, через сколько должно состояться включение ракетных двигателей. И когда осталось 20 секунд, мелькнула такая шутливая мысль. Я ждал 20 лет. А 20 секунд я как-то дождусь. И потом, когда она подошла к концу, вдруг произошел такой взрыв подо мной. Именно включение ракетных двигателей, оно напоминает взрыв. А вот о том, как состояние невесомости повлияет на его самочувствие, украинский космонавт волновался. Но как я перенесу состояние невесомости, здесь я переживал. Я волновался. Я знал о том, что каждый космонавт переносит состояние невесомости по-своему. У кого-то происходит вестибулярное расстройство, ему плохо делается. У кого-то сильная головная боль, причем такого взрывного характера. Я хорошо перенес это состояние. Для меня оно оказалось приятной такой неожиданностью, само состояние невесомости. Это такая идеальная легкость. Когда, например, закрываешь глаза, то себя совершенно не чувствуешь. Ты только себя осознаешь. Только сознание работает, мозг воспринимает, что ты существуешь, а ты себя не чувствуешь. Как это ни парадоксально, на Земле Леонид Кадынюк думал о космосе, а оказавшись там, начал думать о Земле. Тосковал по своей родине, без всякого там преувеличения, за селом, где родился, за родителями. К сожалению, отца уже не было, а мама ждала. Смотрела старт по телевизору, переживала. В космос с собой Леонид Константинович взял государственные символы Украины, портреты известных отечественных конструкторов, космической техники и кабзарь. Сборник стихов Тараса Шевченко. 1997 год, конец 20-го века. Простой хлопец. 1997 год, конец 20-го века. Простой парень, который готовится сегодня от независимой Украины в космос, берет с собой кабзаря. Причем это первый вариант печатной книги в космосе. До этого были только электронные версии. Кабзаря берет, при этом не 97-го года выпуска. Берет с собой флаг Украины, трезуб Украины. Ну и дальше портреты Королева, Кибальчича. То, что он знал, то и взял, как украинец. То, что он знал, то, что он взял, как украинец. И самая интересная вещь, экипаж был интернациональным, и каждый заказывал утром музыку на пробуждение. Леонид Кадынюк заказал гимн Украины. То есть на орбите впервые звучал гимн Украины благодаря Леониду Кадынюку. На орбите. Вот скажите, патриот Кадынюк или нет? Он не считал себя патриотом. Просто он считал себя человеком, которого Украина родила и в которую он вернулся. Во время полета Леонид Кадынюк выполнял биологические эксперименты с растениями. Исследовал влияние состояния невесомости на размножение и рост растений. Наблюдал за процессом поражения ростков фитофторой. Эксперименты, какие были предложены Кадынюку провести, это чисто биологические, по выращиванию растений различных. Они важны, хотя на первый взгляд вроде бы, но очень важны тем, что человек все-таки должен добывать пищу вне земли. Готовить себя к длительным полетам в космосе. Наработка опыта по выращиванию растений различных, и не только Кадынюком, но и другими космонатами, она дает уже шансы о том, что человек все-таки сможет научиться выращивать в космосе продукты, питание, чтобы не быть зависимым от Земли. Леонид Кадынюк отлично выполнил свою космическую миссию. В Украине его встречали как героя, и за этот полет он получил звание Героя Украины. После возвращения на Землю Леонид Константинович продолжил активную государственную и общественную деятельность, служил в войсках противовоздушных сил Украины, был внештатным советником президента Украины по вопросам авиации и космонавтики, а в 2002 году был избран народным депутатом Украины. Пытался быть честным перед собой и перед избирателями. Всегда говорят, что трудно пройти огонь, медные трубы и так далее. Поэтому я хочу подчеркнуть, что он это все прошел. Он был народным депутатом. Там было огромное искушение. Его соблазняли. Деньгами соблазняли. Пример Леонида Кадынюка – пример того, как надо жить и работать. Но не все меряется деньгами. Он был простым, чистым человеком, который делал свое дело. Делал на отлично. Даже более, чем на отлично. Те, кто близко знал Кадынюка, считают, что он очень изменил свой взгляд на земную жизнь. Он начал ценить ее больше. Он, когда прилетел, мы сидели за чашкой чая. И когда он рассказывал, в нем многое изменилось. Мировоззрение изменилось после полета. Кстати, он летел в космос некрещенным. И такая интересная вещь, что он покрестился только около 10 лет назад. Леонид Кадынюк вел активный образ жизни. Не оставлял физические тренировки. Несколько раз в неделю делал длительные утренние пробежки. Во время одной из них, 31 января 2018 года, сердце украинского космонавта остановилось. Внезапная смерть перечеркнула большие планы. Леонид Кадынюк мечтал о новых звездных стартах и о выходе в открытый космос. Оказывается, американцы предложили ему возглавить экипаж космического корабля в 2020 году. И это были не шутки. Американский астронавт Джон Гленн летал в космос в возрасте 77 лет. Почему ему предложили в 2020 году командиром экипажа Международной космической станции? Действительно, сейчас идет такой проект в Америке, и они работают над этим. Вице-президент компании, которая работает над этим, приезжал к нам. В космическом агентстве были переговоры. У нас был настолько огромный шанс, чтобы Кадынюк еще раз полетел в космос. А он мечтал об этом. Он до конца верил в будущее украинского космоса, считая Украину космической державой. Жил надеждами на реализацию новых космических программ, предусматривающих полеты украинских космонавтов в составе международных экипажей. О своих размышлениях по этому поводу Леонид Кадынюк написал в книге «Миссия космос», в которой землянам завещал беречь свою красивую планету.